МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это городские новости. В студии Елена Корненко. Здравствуйте. Сотрудники правоохранительных органов Пятигорска задержали 40-летнего Владимира Амбарцумова, подозреваемого в жестоком убийстве и изнасиловании 9-летней Ани Прокопенко. Его поймали в ночь на среду. ДНК-экспертиза дважды подтвердила, что задержанный изнасиловал и убил девочку. Ранее Амбарцумов отбывал наказание за совершение преступления по статье «Грабеж». Быстро потушенное загоревшимся не считается. В полдень 31 июля жители и работников предприятия в районе Пятигорского хладокомбината серьезно напугал дым, окутавший целую улицу. Все произошло так внезапно, что многие даже сразу и не поняли, откуда, собственно, этот дым взялся. Похоже на пыльную бурю, он, казалось, валил отовсюду. Проезжающие мимо машины вынуждены были включать дальний свет. Вскоре стало ясно, горит хладокомбинат. Прибывшие пожарные быстро обнаружили источник возгорания, который оказался в вафельном цехе. Все сотрудники были эвакуированы из здания, поэтому непосредственной опасности для их здоровья удалось избежать. А сам пожар в течение 10 минут был потушен. Пятигорский хладокомбинат – объект, на котором МЧС регулярно проводит учебные тревоги, тренирует личный состав на случай техногенных катастроф или террористических актов. В этот раз пожар здесь случился вполне реальный. Регионы, которые недостаточно быстро осваивают федеральные средства по программе модернизации здравоохранения, будут лишены финансирования, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова в ходе рабочей поездки в Пятигорск. Она взяла на карандаш те регионы, которые имеют показатели освоения федеральных денег ниже, чем в среднем по стране. К слову, у Ставрополя показатель чуть хуже, чем у Карачаева Черкесской республики, которую Скворцова посетила накануне. По ее словам, с этой недели пять комиссий министерства будут выезжать во все регионы, чтобы стимулировать работу по выполнению программы модернизации здравоохранения. У нас есть все шансы, с учетом дополнительного притока денег, сбалансировать систему так, чтобы население вздохнуло с облегчением, чтобы качественный был сдвиг в оказании медицинской помощи. И профилактической в первичном звене, и на уровне межмуниципальных центров. Это стратегический вид помощи, экстренно специализированная для тех заболеваний, при которых основная смертность в стране. И уже высоко квалифицированная помощь на уровне региональных центров. Поэтому есть все шансы смоделировать очень эффективно работающую систему. Что касается столицы Северокавказского округа, то министр осталась довольна оснащением роддома. Она посетила отделение выхаживания недоношенных детей, опросила персонал, узнала статистику спасенных детей, рожденных с экстремально низкой массой тела. Младенческая смертность составляет всего 4,5 на тысячу родившихся детишек. Тогда как по стране в целом этот показатель составляет сейчас 7,2. А скажем, если мы вспомним, какие эти показатели были на 6-й год, а на 6-й год они были почти 16. Сейчас прошла по шоковым палатам, палатам интенсивной терапии для новорожденных. Они полностью переоснащены. Это самое современное оборудование. Самые современные кювезы, реанимационное оборудование. Прекрасно оборудованные палаты для мамы с детишками. На сегодняшний день значимых замечаний этому учреждению нет. В целом по краю идет оставание по внедрению стандартов и электронного учета. Еще есть время, чтобы нагнать нужные темпы, заверили краевые чиновники. На этой неделе глава Пятигорска встречался с горожанами, записавшимися к нему на прием. Пятигорчане жаловались градоначальнику на бездействие коммунальщиков, на оплату лекарств в больничном стационаре, бытовые неурядицы. В семейной паре с улицы Заречной глава пообещал решить вопрос с ливневкой и установить новый люк. Жалобы на соседей, которые испортили крышку старого люка, он переадресовал полиции. Бывшая учительница английского языка сетовала на то, что когда ее сын лежал в больнице, она вынуждена была покупать ему лекарства в аптеке, чего не должно быть, потому что больница оснащена препаратами. Они обязаны снабжать их. Если там с людей вот таким образом побуждают аптечную деятельность, не дай бог я узнаю, от вашего главного врача разгоню там всех, понятно? На такие сигналы реагировать, и не дай бог там с людей будут поборки. Еще одной пятигорчанке, жительнице многоквартирного дома, глава города Пятигорска, дал слово до наступления холодов разобраться с недостаточным теплоснабжением в ее квартире. Поручения получили соответствующие службы города, которые традиционно присутствуют на подобных мероприятиях. Учиться честно, дружно и весело 37 тысячам студентов, вновь создаваемого Северокавказского федерального университета, позавидуют все остальные. По крайней мере, таковы планы руководства СКФУ. О дружбе народа в борьбе с коррупцией и подготовке самых востребованных специалистов рассказала на своей пресс-конференции ректор Супервуза Алина Левицкая. Процесс создания СКФУ вышел на финишную прямую. Все документы о правовом оформлении университета как единого юридического лица отправлены учредителю в Министерство образования и науки России. Формальные процедуры должны завершиться в считанные дни. Новый университет будет состоять из 11 профильных вузов. Институт живых систем, институт естественных наук, юридический институт, институт экономики и управления, институт нефти и газа, институт информационных технологий и телекоммуникаций, институт электроэнергетики, электроники и нанотехнологий, гуманитарный институт, институт строительства, транспорта и машиностроения. Еще один институт сервиса туризма и гостиничного дела появится в результате объединения Пятигорского филиала СКФУ и ПГГТУ. Студенты бывшего политеха продолжат учиться по своим специальностям, только на выходе они получат дипломы Северокавказского федерального университета. Тем не менее перемены в образовательном процессе ожидаются значительные. В результате объединения трех вузов общее количество кафедр сократится вдвое со 173 до 86. Преподавательский состав также будет оптимизирован под новые учебные планы. Предпочтение при формировании состава работающих на каждой кафедре в первую очередь будет отдаваться профессоре, доцентам, остепененным, но при этом средний возраст работающих на кафедрах людей не должен превышать 50 лет. Отвечая на вопрос о коррупции в вузе, ректор пояснила, что бороться с теневыми доходами своих коллег она намерена системно. Некоторые схемы взяточничества уже разоблачены. Кроме того, в СКФУ будет налажен жесткий контроль успеваемости первокурсников. Это поможет отсеивать тех, кто поступил и учится в вузе только благодаря деньгам. Письма с именами вымогателей студенты также смогут отсылать непосредственно ректору. Говоря о трудоустройстве выпускников, ректор СКФУ планирует наладить тесный контакт с работодателями. Представители бизнеса будут приглашаться в вуз для проведения тренингов и даже ведения курсов по специальности. Сто лет назад, в 1912 году, Пятигорская городская дума приняла поистине историческое решение выкупить у частного владельца небольшой скромный домик, крытый камушевой крышей на окраине города. Домик этот был примечательным тем, что в нем последние два года своей жизни провел великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Здесь он написал и свои последние стихи. Об этом и многом другом говорили на столетии музея Лермонтова, который отметили на прошлой неделе. Что подарили юбиляру, узнаем у музейщиков. В такой духоподъемной среде, как дом музея Лермонтова, каждый подарок – маленькая история. Легенда, как говорят сами музейщики, но вовсе не придуманная. Легендой мы называем не какие-то сомнительные сведения, а историю предмета. В музейном значении слово «легенда» обозначает историю данного предмета. Дары музей принимал не раз. Вот эта бронзовая чернильница, подаренная Вероникой Потуцкой, аккурат к столетию в запасниках не застрянет. Она нисколько не потеснит постоянные экспозиции, а лишь дополнит их. Судьба у нее интересная и именитая. Этот предмет происходит из семьи замечательного человека, русского певца Дмитрия Александровича Орлова. Это солист Мариинского театра, оперный певец. По наследству этот чернильный прибор перешел к его дочери, Александре Дмитриевне, а вот от нее уже поступил, был принят Вероникой Борисовной Потуцкой. Приборы, без всякого сомнения, лермонтовского времени, в стиле ампир. Это первая половина XIX века. Вещь дорогая, интересная, и взять что-то подобное просто больше нет. В голове Мефистофеля полость для речного песка, которым посыпали свеженаписанный текст. Рядом две чернильницы. Этому бронзовому подарку по силам заставить по-новому взглянуть на то, что висит или лежит рядом. Другие дары, если и не дополнят существующие экспозиции, то обязательно будут показывать посетителям во время выставок. В течение года здесь их организуют до 30. Из новых приобретений музея рисунки и литографии Эммануила Бернштейна, графические работы Никелеева, иллюстрации Александра Воронкова, которого называют современным врубелем. Его работы очень дорогие. Но Пятигорскому музею Воронков обещал свою новую работу по мотивам лермонтовского демона под названием «Пляска Тамары» в качестве подарка. Музейщики ждут его с нетерпением. То, что нельзя поместить в музейный контекст, в прямом смысле этого слова, ну, очень нужно в быту новая звуковая аппаратура. Самый необходимый для нас подарок сделал город, наш родной город Лев Николаевич Травнев. Подарил музею звуковое оборудование, о котором мы мечтали долго. Нам приходилось обращаться в другие организации. А теперь мы имеем замечательное звуковое оборудование. И нам очень приятно, что первыми на территории нашего музея это оборудование использовали актеры театра на Таганке. Еще из подарков сертификат на миллион от губернатора. Но у музейщиков пожеланий явно больше, чем на миллион. И они не хотят дожидаться юбилейных дат. Следующее, кстати, 200-летие Лермонтова. И музей очень рассчитывает на поддержку зала и на подспорье других запасников. Почему бы и нет? Хотя получение шедевров во временное пользование пока все еще результат сложных договоренностей. Но Пятигорскому столетнему юбиляру не помешают новые громкие поступления. Ведь музей будет интересовать людей еще не одно десятилетие. В год он принимает 125 тысяч посетителей. И здесь не только жизнь экспонатов. Здесь те, кто работает много лет, день за днем. Даже по понедельникам, когда музей закрыт. Открытие Бюста Пушкину 30 лет назад было приурочено к Дням советской литературы, которые проходили в Пятигорске в начале июня 1982 года. В город съехались лучшие писатели и поэты Советского Союза. Открытие памятника солнцу русской поэзии стало ярким праздником в жизни города. Теперь же появилась идея памятник перенести в другое место. Игорь Кувшинов продолжит. Место для Бюста Пушкина скульптор выбрал не случайно. Михаил Аникушин, знаменитый автор памятника поэту перед русским музеем в Санкт-Петербурге, пешком исходил весь центр Пятигорска, пока не нашел вот это самое место рядом со зданием ресторации. 30 лет назад здесь располагалось кафе «Турист». Ну а мысли о том, что на углу может вновь появиться уничтоженный Спасский собор, в 1981 году ни у кого, естественно, не возникало. Но самое главное, что вот это место, весь этот район связан с юностью Александра Сергеевича, когда в 1829 году он приехал на горячие воды тогда еще с семьей генерала Раевского. Вообще-то площадка, на которой теперь расположен памятник, представляет собой фундамент старинного здания, разрушенного отступающими немцами в 1943 году. А каменные ступени, ведущие на площадку, это не что иное, как парадный вход в бывший дом, некогда принадлежавший Спасскому собору. И если вы идете по тротуару, вы видите цокольную часть этого здания, а затем продолжение пристройки, которая была сделана к этому зданию в 1912 году. Чтобы лаконичный памятник не терялся на фоне пустыря, здесь же было решено разбить небольшой сквер. Специально для его украшения главный художник Пятигорска Валентин Марков собирал по всему городу старинные артефакты. Нам сейчас кажутся естественными вот эта металлическая ограда справа и слева от входа в сквер. А на самом деле в это самое время, когда создавался сквер на улице Дзержинского, делали капитальный ремонт одного из домов или даже его разрушили. И вдруг Валентин Васильевич увидел там великолепную совершенно ограду, которую понятно, что надо было сохранить. Таким же образом в глубине сквера появилась необычная каменная калитка. То немногое, что удалось сохранить от разрушенного дома Архипова, в Пушкинском уголке стало живописным фрагментом, воссоздающим атмосферу ушедшей эпохи. Сегодня у пятигорских градостроителей зреют планы выноса этого памятника из центра города. Предположительно, бюст может быть установлен в бывшем Пушкинском сквере, ныне имени героя революции Григория Анжиевского. Любопытно, что имя великого русского поэта этот сквер носил недолго, всего 37 лет. Ровно столько, сколько прожил сам Пушкин. 5 августа в календаре ДАД значится как Международный день светофора. В этот день в 1914 году в американском Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Впрочем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне. Но из-за своего несовершенства через три года установка семафорного типа взрывается и ранит полицейского. После этого о светофоре забывают почти на 50 лет. И лишь в 1910 году разрабатывается и устанавливается первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов. В России светофор появился в январе 1930 года в Ленинграде. В декабре этого же года автоматический регулировщик установили и в Москве. Третьим городом России, где начал работать светофор, стал Ростов. О начале светофорного регулирования в Пятигорске известно очень мало. По воспоминаниям горожан старшего поколения, светофоры здесь появились в 50-е годы. И первый был на пересечении улиц Кирова и Калинина. На сегодняшний день в столице округа функционируют 520 светофоров. Около 500 из них входят в систему интеллектуальной регулировки дорожного движения. В рамках муниципальной целевой программы повышения безопасности дорожного движения предусматривается на 2013 год оборудовать все светофорные объекты, расположенные на Ростове, не имеющие табло обратного отчета времени, а также не имеющих звуковым сопровождением, оборудовать это. Довести его до требования в ГОСТ. Уже мало кого удивляет, когда светофоры вдруг начинают издавать звуки, похожие на соловьиную трель. Это сигнал слепым пешеходам о безопасном переходе дороги. Специальные цифровые табло высвечивают, сколько осталось времени до конца разрешения. Решающие фазы. Кстати, средний горожанин за всю жизнь проводит две недели в ожидании смены сигнала светофора. Светофорный цикл, переход от одного цвета к другому, обычно составляет 60-80 секунд. Но есть и более продолжительные, к примеру, в Москве на Садовом кольце, две минуты. Но это можно делать только в Москве. В Пятигорске подобная затея бессмысленно. Нетерпеливые водители и пешеходы начнут думать, что светофор сломался и тут же станут нарушать ПДД. Английский физик Стивен Хокинг большую часть жизни провел в инвалидном кресле. Он не способен шевелить пальцами и даже говорить. Однако ученые продолжают вести активную деятельность, а его научными трудами зачитываются даже люди, далекие от науки. Пример жизнелюбивого физика мог бы вдохновить маленькую пятигорчанку Ангелину Комарову. Но только она о нем пока ничего не знает. Отличница и актриса Ангелина намерена выучиться на профессора сама. Без помощи британских ученых. Для девятилетней Ангелины даже самое маленькое кресло-каталка слишком велико. Впрочем, катать себя есть непривычки трудно. Дома-то она передвигается совсем по-другому. Ну, дома на коленях. А вот в основном куда-то выйти на руках у мамы. У девочки в роддоме была травма позвоночника, и поэтому она в три месяца перенесла две операции. Ну и после операционного периода, вот сейчас идет восстановительная терапия, мы постоянно на протяжении девяти лет лечимся. Благодаря путевке Пятигорского горздравотдела Ангелина впервые в жизни попала в санаторий «Ромашка». Здесь лечат детей со всего края, и в каждом потоке бывает не менее десяти инвалидов-опорника. Если, например, у ребенка с ДЦП прогресс наблюдается уже через месяц, то дети с тяжелыми травмами позвоночника на такие рекорды не способны. Основная цель нашего санатория такая, чтобы научить детей самим себя обслуживать, научить родителей, как заниматься с такими детьми, что надо делать. Ребенку, который никогда не чувствовал опоры под ногами, трудно сразу понять, на что он способен. Дети-инвалиды порой годами лежат в постели, постепенно привыкая к боли, к собственной неполноценности. Расшевелить такого трудно. Бывает, что на занятиях доходит до слез. Когда мы делаем разработку контрактуры, это действительно больно. Да, конечно, иногда болезненная реакция. Ребенок плачет. Вот ребенок то, что он не привык заниматься. Поэтому, когда мы что-то от него требуем, конечно, идет реакция протестная. Оставьте меня в покое, и ничего не надо. К счастью, Ангелина не такая. Она терпеливо переносит все лечебные процедуры – массаж, грязи, уколы, занятия на тренажерах. Когда есть возможность, учится плавать. Не говоря об ипотерапии, езда на лошади не могла не понравиться девочке. Первый раз было совсем страшно, потом привыкла. Несмотря на прогнозы пессимистов, годы упорных тренировок все-таки дают свои результаты. Сначала у нее вообще не было чувствительности. Сейчас она спустилась ниже колен. То есть стопы она не чувствует, поэтому она встать не может. Ограниченная в одной возможности, Ангелина старается наверстать в другом. Девочка отлично учится в школе и мечтает стать профессором. А еще она умудряется играть в детских спектаклях, которые проходят в реабилитационном центре «Живая нить». Но самое главное – у Ангелины нет синдрома инвалида. А вот как бы ты его выбрала? На кресле или все-таки на руках у мамы? Ой, ну хочется, конечно, уже самой. Ну а временно придется пока так. Трехлетнему пятигорчанину Герману Ивашику требуется операция в клинике Бурденко. У мальчика опухоль в головном мозге. Ребенок уже получил квоту на саму операцию, но требуются деньги на проезд и реабилитацию малыша после хирургического вмешательства. Молодые родители обращаются за помощью ко всем неравнодушным людям. Контактные телефоны 8 903 416 20 63, 8 928 351 81 48 и 33 11 03 в Пятигорске. На этом все. Эти и другие новости, как всегда, на официальном сайте Пятигорска. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok